привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 3 находимся в госпитале брук хевин хорошо знакомый нам госпиталь по первой части ну и давайте осматриваться потому что здесь насколько я успел заметить все дико жутко я как бы не против мы любим страшилки вот эти вот сестрички которые здесь ходят они явно пострашнее сестричек которые ходили в первой части ну ладно справимся в общем предыдущей серии мы прибыли собственно в silent hill смотришь а я тут был здесь кстати в эту так подожди в этой комнате мы обнаружили записку от какого-то неизвестного воздыхателя и куклу в подарок а теперь зашел и ни того ни другого тут нет интересно и после этого главное мы прочитали про него что является агрессивным психопатом круто чё так давайте первый этаж мы осмотрели теперь мы идем дамы какие-то совсем жуткие они не пахнут просто так по-моему 1 утекла и за у нас конечно не очень хорошо стреляет мы пойдем догонять в общем на первом этаже у нас остался этот коридорчик если вы помните старой части вместе это было крайне поганая и вот здесь кстати говоря вот за этими дверями лора заперла джеймса у него напали непонятные существа так что все очень плохо да как хизер стреляет из пистолет это конечно кипец а по крайней мере заряжаться может на ходу бакость у них по-прежнему или нет просто в первую часть у них помните там на горбу был какой-то непонятный отросток который шевелился такое ощущение что он ими управлял здесь до свидания так нам еще свернем сюда вы не подумайте но сначала возьмем тяжелую артиллерию смотри какая и то смотри покосала на шевелится еще жидковато и чё зачем вообще это все было где же вообще ничего нет патрон только потратили ну ладно чушь все равно неспокойно было бы да есть мы сюда не зашли думалось бы ничего там такое лежит но в короче говоря мы пришли сюда без особого смысла посетили это место хорошо идем дальше вообще характерная черта silent hill 3 то что здесь дверей закрытых просто в разы больше чем открытых открывается там среднем одна из 10 наверное смотри это опять психопат наш нам написал здесь он похоже обитался что ли все не приклеено множество предметов булочка зубная щетка ложка рождественской открыткой часы все это наверное приклеена клеем но почему этот ключ сверху я бы хотел забрать его с собой но слишком крепко приклеен я не могу его даже сдвинуть окей возьми вот эту палку и расколупали у тебя я не знаю там катана есть скажем так на понятно мне покажется нечем ну давайте почитаем ой обожаю это место орден заточил меня здесь они хотят сломить мою волю заставить меня забыть обо всем но я сохраню рассудок даже если меня бросит к сумасшедшим что если я приклею это на стену бесполезно ты ведь сможешь оторвать это при помощи той штуки с которой работают уборщицы если бы вещь была не нужна ее вообще бы не было ты например существуешь для меня но почему же ты не взяла с собой мою куклу а мой подарок смущает тебя хизер какая же ты милая стэнли колмен капец то есть получается это он следит за нами но все это время был где-то здесь круто видимо сюда мы еще придем когда получим какую-то штуку который есть уборщиц но работает зато скорее всего работает лифт нет лифт не работает также хорошо пойдем по лестнице у нас был подъем на второй этаж сюда мы тоже не падаем не в первую часть не падали падаем не во второй окей так стать отличиться надо дверь закрыта и что мы тогда делаем ключ от у нас нет я что-то проглядел там дождь то есть смотри по сути у нас ванна остались мы их даже не попробовали открыть бывает сюда нет сюда нет ну и и чё все равно все закрыто так c2 c4 c4 у нас при на где может быть еще раз осмотрим неужели нигде нет ключа ну то есть ключ у нас понятно да что вот он скорее всего как вытащить хорошо видимо и что-то где-то не доглядела зайдем 6 c2 я надеюсь там эти твари по новой не полезли здесь что-то как-то не алё видимо что-то где-то позади мы пропустили посмотрим здесь сломано давайте осмотримся лифт так лифт смотрю работа понятно а я уж думал не работает поэтому и не трогаю вас оба ладно так в наби поедем наби не поедем второй этаж здесь не менее жутковато чем на первом подается открывается ну оп здесь по-моему у нас во второй части была лотерея там был склад здесь кстати может быть то что нам нужно журнал мод сейчас мне это неинтересно слушай это может помочь духи интересно так вроде все так давайте посмотрим что у нас там такое духи пахнет немного странно то есть вы хотите сказать что нет зачем я взял в руки тогда я думал это подойдет нам но сначала мы полностью все здесь обнюхаем так что у нас по сути осталось так подожди мужская так комната медсестр и опять куча камер смотри опять вон да он издевается по-моему отвратительно я бы не прикоснулась к этому и десятифутовой палкой ну почитаем может возможно ты еще не осознала своих истинных чувств но ты их чувствуешь подсознательно ты пытаешься приблизиться ко мне вот оно блаженство врата в рай если дверь закрыта открой ее воспользуйся паролем для этих дверей доктор я забыл его имя в общем этот шарлатан сказал его он должен быть здесь то есть четыре цифры это недостаточно он больше не сказал разве это не позор я должен быть там разве ты не раздражена я стремлюсь к тебе но ты так жестоко и все равно я хочу тебя хизер стэнли коллман знаете парень меня что-то начинает беспокоить уже просто так хорошо понятно четыре цифры напечатанная записка что бы это могло значить первая больше чем вторая окей вторая в два раза больше чем третья третья меньше, четвертый четвертая в два раза меньше первый так, хорошо первая больше чем вторая вторая в два раза больше чем третья ну допустим 8 В два раза больше, чем третья. Просто восемь, на конце четыре тогда. Третья получается три. Вторая в два раза больше, чем третья. Восемь, шесть, три, четыре. Четыре цифры. Охренеть, короче. Ну-ка, попробуем. Восемь, три. Ой, шесть, три, четыре же. Восемь. Надеюсь, здесь нет бага, как в первой части. Восемь, шесть, три. Ну и ладно. Опять пруть, смотри. На самом деле, было просто. Вот при том, что я гуманитарий. Какие... Какие они жидкие. У нее пистолет? Да вы издеваетесь. Да дохни уже, ну. Смотри, как она дышит. Не? Ух, блин, какая шесть. Вспомните этих медсестр в фильме, да? Огромные сиськи, огромные попы. Совершенно не страшные. Здесь какие-то... Какие-то дерганные. Какие-то японские такие с черными волосами. Ох, шесть. Так, мне, кстати, клашматит. Томинка. Хорошо. Супер. Давайте мы сюда пока не пойдем. Ненавижу морги. Замок сломан. 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 Блин, тут все замки сломаны. Такое ощущение, что кто-то ходит и ломает замки просто. Но это же... Тут, конечно же, не работает. Тут сломано. Аллилуйя. Чем? Тихо. Нормально. Что там за время стоит? 3.16. Окей. Подушка вся липкая в пятнах крови. Ну, давайте попробуем. Чемоданчик закрыт. Может, пятнадцать, шестнадцать. Ой. Или семнадцать там было. Очевидно. Нет, очевидно. Мы сюда попозже придем. Или, может, тут где-то эта клаваломка. Ну, ту мы решили. Достаточно просто. 3.17. 0.3.17, может. Ну да. Запросто. Камера. Хизер, ты подбираешь самые нужные вещи. Больше нет ничего интересного здесь. Я не знаю. Я бы просто... Вот у меня в инвентаре там лежит... Посмотреть... Я уж не говорю об огнестреле. У меня лежит тут... Катана. Моргенштерн. Труба. Ножик. Я бы ими расковырял по черту и матери тот раствор. И достал бы этот ключ. В итоге не пришлось бы... Все вот это вот переживать. Ну, ладно. Это интересно. Конечно, госпиталь вообще по-другому выглядит, если учесть, что вторую часть мы играли на хода перед зданием, а там картинки гораздо грязнее, темнее. Ну, не могу сказать, что мне это больше нравится. Нам просто... Ой-ой-ой. До свидания. Я потом зайду как-нибудь. Конечно, гораздо... Блин, я же в смысле сбился. Гораздо чище, гораздо графонистее. Но вот та картинка так грязная и убога шла в этой игре. Так, хороший, плохой. Главное, у кого пружьет. Ох, как удергетесь. Да не ее бей. Ее уже хватит. Офигеть. Гарин шейк. Смотри, встала. Так, та все. Это у нас тоже, смотри, точно. Добавки. Короче. Эш, был прав. Хороший, плохой. Я человек с ружьем, говорит. Так, а что я сюда ходил? Во второй части где-то здесь была в стене дыра, и там можно было что-то выдернуть. А здесь, похоже, еще одна комната, в которой, по сути, ничего нет, кроме бессмысленной траты патронов. Ну ладно. Так, теперь пойдемте в морг сходим. Больше тут вроде как ничего на этом этаже. Супер просто. На носилках лежит труп мужчины. Из-под простыни свисает рука. И на ней что-то написано. Время старта. Ой, ключ. Время старта. На полу разбросаны бумаги. На них что-то написано, но ничего полезного. Какая-то история болезни, может, этого мертвого парня. Происхождение неизвестное, имя возраст. Неизвестный, незарегистрированный пациент. Был найден в невменяемом состоянии на территории больницы. Временно помещен в палату М4 по приказу врача. Умер поздно ночью из-за потери крови. Перерезана сонная артерия. В правой руке сжимал кухонный нож. Сам себе похоже. Предположительно, рана была нанесена им. Похоже на суицид, но характер ранения наводит на подозрение. Отправлен на второй этаж в препараторскую комнату для дальнейшего исследования. Другие пациенты из той же палаты ничего не видели. В полицию не сообщали, но на всякий случай кровати личные вещи погибшего не трогать. Палата М4. Просто супер. Обожаю такие места. Так, ну я так понимаю, нужно проваливать пока отсюда. Сейчас мы пойдем. Подожди, М4. Подожди, в М4 у нас кейс лежал. Это что такое? Отвратительно. Я бы не прикоснулась. Опять, короче, эта кукла, я не знаю, меня беспокоит все больше и больше. Короче, время старта. Мой ключ. Это вот похоже с этой головоломкой было связано. Окей. Больше нам тут ничего не нужно. Новая записка. Подожди. На этой смятой постели лежал татуированный парень. Теперь его нет. Этот будильник и грязная сумка принадлежали ему. Ах, пойми меня правильно. Я ничего не сделал. Я его не ненавидел. Несмотря на то, что он лжец. Я должен написать что-то от себя на груди, только потому, что я не могу разрезать ее. И показать тебе свое сердце. Я люблю Хизер. Нет, что-то немного более сильное. Я люблю Хизер недостаточно для выражения того, что я чувствую. О, какие нежные чувства исходят от этого изображения. Стэнли Коуман. Чего? Капец. Может, теперь мне вернуться? А, подожди. Может, мне теперь эту камеру, которую мы подобрали... Сфоткать ей труп? О, блин. Шутковато. Ну-ка. Что-то я не знаю, честно говоря. Что мне со всем этим делать? Лак для ногтей. Тебе. Жидкость для снятия. Явно не нужна. Тоже вроде как... Я вообще не понимаю, для чего вот это вот. Я думаю, в будущем разберемся. Ну, что я могу сказать? Здесь ничего нет. Я, по крайней мере, не вижу. Давайте еще раз в М4 скажем. У меня ощущение, что здесь есть что-то еще, кроме этого кейса. На всякий пожарный. Убедимся. Смотри, теперь опять ничего нет уже. Жуть-то какая. Может, тут сфоткать. О-ка так. Какое-то тупо. Это было интересно, но не вышло. Нет, вроде как все. Все. Так, второй этаж, я так понимаю. Все, да? Надо валить. Я не хочу с ним драться. Чертой матери. Патрон только на эту дурь переводить. Так, первый этаж. У меня есть подозрение, что еще на третьем что-то важное. Но пока что мне хватает и этого. Так, ну что, пойдем попробуем. Кто-нибудь помнит, где оно было? С4. Так, С3. С4. Ну, попробуем. Ну, подошло сразу, без разговоров. И это ключ от лестницы. Круто. То есть, это от той самой лестницы, похоже, да? Хотя, может, вот от этой лестницы. Тут тоже лестница, если кто не помнит. Была во второй части, по крайней мере. Смотри, опять пруд. Теперь уже тут. Так, тут мы открыли. Ой-ой-ой. Какая-то жидко. Фу, короче говоря, давайте на этом и закончим, наверное. А в следующей серии посмотрим, что там кроется за этой дверью на лестницу. Пока что то, что происходит в Брукхевене, то, что происходит в последних двух сериях, это самое крутое, что есть в игре, потому что начало мне, честно говоря, не сильно понравилось. Я вам уже говорил, в принципе. А вот сейчас прям очень даже, очень нравится. Где-то на уровне второй части, а вторая часть мне очень понравилась. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Комментируйте, обсуждайте. Как всегда, интересно читать комментарии. С вами был Артур. Всего хорошего. Увидимся. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»